Микс Ньюс. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире, как мы уже анонсировали. Профессор Балтийской Международной Академии, Карл Сдаушина, сегодня в студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот, многие, может быть, пессимистически настроенные эксперты уже заговорили, вот после того, как был убит иранский генерал, и как Иран пригрозил ответные реакции, уже многие заговорили о какой-то Третьей Мировой или о какой-то масштабной войне на Ближнем Востоке. Ну, может быть, к счастью, пронесло на сей раз. Как вы оцениваете ту ситуацию, которая вот сложилась на данный момент? Вы знаете, я бы хотел сделать вначале некоторое отступление. Да. По-моему, сейчас в мире все-таки происходит ситуация, которую можно назвать латинским словом интеррегнум, то есть межвластие. Когда что-то старое умирает, а новое нарождается. Международная ситуация такова, что растет новое, силы уходят какие-то старые, и поэтому здесь идет изменение подходов. Притом, это изменение охватывает не только международные отношения, но и, я бы сказал, цивилизационные какие-то фразы и какие-то действия. Поэтому здесь нужно подходить к этому вопросу достаточно спокойно. Я не думаю, что нас ждет из-за этой ситуации с Ираном Третья Мировая война. Это не так. Но, на мой взгляд, все-таки идет информационная война. И вот эта информационная война, она более жестока даже, нежели она убивает ум, мозг, она действует на общество, и мы превращаемся... Забирование такое, да? Какое-то, да. Притом, не ясно развитие, дальнейшее развитие технологий, оно стоит под вопросом. Поэтому здесь нужно к этому относиться достаточно спокойно. Что касается вашего заданного вопроса об убийстве, во-первых, кто такой был Салмани? Да, действительно, это выдающийся человек. Он не был... То есть он не обладал никаким образованием. Он с 15 лет трудил и стал фактически революционером. Но он очень обладал пытливым умом и много читал. Не имея никакого образования, фактически, да. Но он был человеком из народа. Его фактически можно назвать... Знаете, я боюсь здесь как-то ошибиться, но как в Советском Союзе Чапаев. Понятно. Народный герой, да? Народный герой, да. То есть это не был просто чиновник, военный чиновник, в таком типичном понимании. Совершенно верно. Он встал на сторону Хаминеи и на сторону революционного Ирана, революционного такого религиозного направления. Такого исламистского толпа, да? Исламистского, абсолютно, да. И при том он пользовался... Знаете, о нем в Иране фильмы документальные, художественные фильмы, песни сложены. Он являлся фактически таким действительно народным героем. Но он еще обладал одним и международным влиянием. Он в Сирии фактически был решало. Извините за это слово, но он решал договорные проблемы. И в 2016 году, согласно некоторым данным, он был в России. И фактически он привез карту Сирии. Он был у президента России на приеме. И он убедил. Он сказал, что вмешательство России в сирийский кризис принесет успех. Что это необходимо и для России, и для его влияния достаточно сильно. Российские военные с ним поддерживали контакт достаточно плотный. Потому что у него было влияние именно на, знаете, на простом народном уровне. А это очень важно в Иране, да? Это очень важно в Сирии особенно, где он участвовал достаточно плотно в урегулировании и наведении мостов между многочисленными группировками, которые там разбиты на различные деревни. А это шииты все-таки, да? Да, он представитель шиитов. Некоторые, даже здесь в Латвии, политологи, мои коллеги, говорят, что у него был враг. А враг – это кроньпринц или наследный принц Саудовской Аравии. 35-летний. Не искучено. Да, ему приписывают вот это все с Хашоги и так далее. Но я не думаю все-таки, что удар по американцу нанесли по Салмане из-за того, что его Соединенные Штаты и Трампа попросил об этом Саудовский принц. Я так не думаю. Думаю, что здесь работали все-таки другие намерения. На мой взгляд, я боюсь здесь тоже ошибиться чисто субъективно, мне кажется, что американцы пытались и дают сигнал тем группам исламистов, руководителям, что мы всегда за вами следим, мы вас накажем за ваши действия. Это привело, конечно, к очень большому столкновению и, в общем-то, кризису и для Ирана, и для Соединенных Штатов, и для всего мира. Возможно, Трамп и погорячился в данной ситуации, да? Вы знаете, здесь есть несколько версий. Первая версия из них, что, вы знаете, Трампа уговаривал, вроде бы, по некоторым данным, три месяца на это действие. Действие, да. Он сопротивлялся. Но некоторые даже доходят до того, что, знаете, это, так говорят, провокация, которую демократы совершили против Трампа. Его подставили. Ну, я, правда, в это не очень верю. Не очень верится. Это не, нет, это, наверное, все-таки не будет так просто. Но, потому что, вот, последнее, когда было выступление, последнее Трампа, за его спиной все-таки стояли все генералы, все представители. Не только Помпео, да. Не только Помпео, но стояли все те, которые обычно с ним находятся в некоторой конфронтации. Это разведывательные круги. То есть, что говорит о том, что все-таки это было какое-то консолидированное решение, да? Я думаю, что это было действительно разработано достаточно долго и достаточно упорно разработанная операция, которая, конечно, пока приносит достаточно противоречивые такие, ну, такие действия, которые сейчас могут совершить та или иная сторона. Дело в том, что на сей день, фактически, Иран, несмотря на те массовые волнения, которые казались вот-вот выйдут из берегов, просто прекратились. Их нет. Дело в том, что этот режим Аятол, который... Да, Аятола Ахамини, да. Да, Аятола. И вообще, вот этот клан, они все-таки испугались, что настолько завели всю эту массу в такую истерику, что она могла начать действовать против этого режима. То есть, толпа, это фактически неуправляемая остановилась. Они сами испугались вот этих антиамериканских протестов. Совершенно верно. И как только вы дали этот ракетный залп, который там из 22, кто говорит, достигло 15, ответный залп, моментально все прекратилось. Я следил за теми возможными чисто иранскими масс-медиа, да, они говорят, мы просто вернулись в другую, в свою среду, которая нам была привычна. То есть, это был всплеск. Этот всплеск все-таки подействовал еще в одном. Консолидация вокруг этого режима, который несколько месяцев тому назад чувствовал, что народ начинает не поддерживать его, помните, с этими ценами, со всем этим бунтом. Им удалось сконсолидировать общество на фоне границей врага. Да, это метод, который был использован в этой ситуации. Грамотно в этой с точки зрения иранского руководства. Но вот все-таки у вас большой опыт и жизненный. Вы, наверное, помните те времена, когда все-таки международные институции, если так можно их назвать, они были более влиятельными и что-то решали. И ООН, и ОБСЕ, и так далее, и так далее, и так далее. Вот ведь эта и ситуация с иранским генералом, наверное, говорит и подтверждает какую-то слабость международных структур, как я понимаю. Ведь, ну, предположим, что действительно Соединенные Штаты получили все доказательства, что вот этот вот генерал самородок из народа на самом деле террорист, кроме всего прочего. Что делать в этой ситуации в стране, особенно такой, как Соединенные Штаты, когда знают, что есть террорист, который, как вы сказали, решал и так далее, и так далее. Что делать? Направлять ноту простеста? Это же смешно. Да, вот получается, что какая-то патовая ситуация, что с одной стороны невозможно бороться с терроризмом, с другой стороны, если ты так действуешь, что ты можешь действительно все красные линии перейти, и ситуация полностью станет неподконтрольной. Вы знаете, у меня в этом, в вашем вопросе есть и фактически и ответ некоторый. Я внимательно следил за визитом президента Путина в Сирию, неожиданный визит, и его ответы на это событие, которое фактически, ну, неприятно. Но давайте вспомним, что он говорил когда-то в одной из пресс-конференции, что если мы поймаем террориста в туалете, то мы его там и замочим. Да. Он сказал, что действительно, это действенный метод, потому что метод уничтожения главарей террористов является достаточно эффективным. Поэтому в международном праве фактически, которое действительно сегодня понижено, да, это нарушение всех норм, действительно убийство другого генерала, то есть госслужащего на территории другого государства является, ну, не самым методом, тем методом, который был бы признан. Но, к сожалению, я уже говорил, что изменение ситуации в общем мире, да, действительно, и организации объединенных наций, и различные международные институции, они не справляются с тем, с той волной противоречий, с той волной терроризма, которая в мир захлёстывает. Поэтому здесь нужно к этому относиться уже несколько, по-моему, иначе, хотя однозначного мнения быть даже не может. И сейчас мы находимся в мире постправды. Любое мнение можно оспорить моментально, приводя различные доводы, различные… Мы сегодня живём в ситуации информационного всплеска, хаоса информационного. Да, уже любой даже исторический факт можно оспорить и говорить, что это всё неправда. То есть и найдутся аргументы, найдутся документы и всё прочее. То есть одной правды, которая бы была бы, как бы, знаете, дала бы легитимное право осудить или что-то, к сожалению, это расползлось. Ситуация, по-моему, с моей точки зрения, она заключается в полном отсутствии каких-то мировых правил. Они написаны, они работают, но они не действуют в практической жизни. Неэффективные, да? Да, неэффективные, просто неэффективные. Это, к сожалению, это очень плохое состояние мира в этом случае. И поэтому думаю, что здесь нужно к этому уже, как говорится, относиться с достаточно холодным, без паники. Я боюсь, что некоторые наши политологи и вообще пресса идёт по пути такой хаотизации и нагнетания уже различных страхов. Я не думаю, что это правильный метод для анализа международных отношений. Да. Вот всё-таки говоря о ситуации вот в Иране, так, чтобы какие-то итоги подвести, что сейчас? Мы так понимаем, судя по этой речи, которую произнёс Трамп, всё-таки он решил заняться таким умиротворением, по крайней мере, так, на первый взгляд, показалось. Да, он говорил о том, что и НАТО должно там быть вовлечено в этот конфликт и так далее, но всё-таки я так понимаю, что он решил не продолжать эскалацию, да? Вы знаете, я думаю, что не от него зависит. На мой взгляд, всё-таки существует некоторое опасение, что Иран не только ракетным ударом, который был фактически направлен не столь против сараев там каких-то разрушенных, а для успокоения собственного народа, чтобы показать, что мы ответили. Но, возможно, всё-таки 11 февраля, к 11 февраля, когда годовщина вот этой революции Хамейни, тогда в 79-м году, что к этому годовщине всё-таки будут вот именно те спящие группировки различных террористов, различных отморозков, которые всё-таки шииты, шииты достаточно, знаете, и я думаю, что внутренне они фанатичны. И бичевание себя, вот это направление, которое… И когда везли это тело по всему, фактически, по всему Ирану, там вы видели, наверное, в телевизионных картинках, было видно, что туда бросают, к этому гробу, какие-то одежды, цветы или иным. Это говорило о том, что они готовы к самоуничтожению для мести. А любая месть, она ведёт за собой эскалацию другой мести. Так будет бесконечно. И так, к сожалению, да. Как только начинаешь мстить, начинается и обратная реакция. То есть фактически говорит о том, что опасность миновала, мы ещё не можем. Нет, я не думаю, что полностью мы можем… Но она не приведёт к глобальному какому-то изменению ситуации и какому-то глобальному столкновению. Это на уровне государств, на уровне общества, на уровне такого, знаете, страха, который террористы используют. Ну, удивительно, наверное, другое, что столько десятилетий на Ближнем Востоке постоянно вот вспыхивает или тлеет, потом опять вспыхивает какой-то пожар, какой-то конфликт, да? Вы знаете, я думаю, что там никогда не успокоятся. Никогда. Шииты и сунниты, они друг друга всё-таки ненавидят. Притом международная обстановка такова, что каждое государство, большое государство, я имею в виду, ну, центральное, они имеют свои здесь глобальные интересы на Ближнем Востоке. И поэтому и Соединённые Штаты Америки, и Китай, и Россия здесь преследуют свои интересы. Европейский Союз, несмотря на все призывы, всё-таки здесь не играет почти или мизерную роль. Он находится, Европейский Союз, на мой взгляд, в престижных, если я правильно выражаюсь по-русски, в престижных колесницах Соединённых Штатов Америки. И поэтому здесь нет такого влияния именно, и поэтому призывы, конечно, существуют, что Европейский Союз должен более жёстко участвовать здесь в решении этих проблем. Я думаю, что этого всё-таки не будет. Иран, да, он действительно хочет быть гегемоном на Ближнем Востоке. И то же самое время он сталкивается, это шиитское население, и суннитская Саудовская Аравия. Поэтому здесь всё-таки, думаю, что балансиром может быть и Россия, и Соединённые Штаты Америки. Россия никак не заинтересована в уходе из Сирии Соединённых Штатов Америки. Россия заинтересована в том, чтобы здесь достигнуть именно зоны собственного влияния, и Америка тоже. Поэтому я думаю, что главная проблема решения – это взаимопонимание какое-то, достижение именно такого Ялтинского соглашения, к которому прийти вместе с Соединёнными Штатами Америки. Зона влияния. Конечно, для маленьких стран это невыгодно, потому что за них решают два больших человека или дяди. В то же самое время, я думаю, что там всегда был и третий человек. Там сидел Черчилль, но, правда, его сейчас Джонсона туда не посадят, но Си Димпинь там должен присутствовать. И влияние Китая пока не совсем ясно, но… На Иран уж точно, наверное, да? Что? Я думаю, на Иран, наверное, уже влияние Китая довольно сильное. Да, поставляет вооружение, и связи есть достаточно сильные. И та дружба, которая как бы между Турцией, Россией и Ираном, я в неё абсолютно не верю. Я в ближайшие месяцы думаю, ну, год-полтора, и отношения будут натянутыми между этими странами. Слишком различные интересы. Конечно. Но у Эрдогана свои интересы, свои амбиции. Абсолютно. Имперские, я бы сказал, в какой-то степени. Он ведёт к тому, чтобы создать собственную зону Турции, Турции влияние, и фактически он желает возродить Османскую империю. Да, это его Туран, даже больше. Он влияет весь этот регион. По-моему, мне кажется, он даже не скрывает это. Но он и не скрывает. Он об этом объявил в одном из своих выступлений. Так что здесь нет никакого такого конспирологического подтекста. Но и два человека, которые в то же самое время, не будем скрывать, что у президента России тоже, наверное, есть какие-то намерения возродить какую-то зону собственного влияния в более широком смысле только Российская Федерация. А не зря говорят о Советском Союзе, о влиянии и прошлом и так далее. Саммит, то, что происходило в Сочи, с Африкой, это же тоже целое направление. Это не только целое направление. Здесь и противоречия были огромные. И вот здесь мы можем вспомнить и Садзиньпиня. Когда в Сочи собиралась Россия и Африка, пригласили, например, из Ливии, которая тоже является сегодня очень сложным пунктом взаимоотношений, что там Китай все-таки не был приглашен. Хотя он скупает, Китай скупает фактически, покупает в Африке заводы, рудники. Они очень представлены там, очень активно. Очень сильно. Притом он действует, Китай, собственными методами. Он туда завозит своих рабочих. То есть он не создает рабочие места, в котором заинтересован Европейский Союз, скажем. Он не возрождает, не дает места работы, чтобы они не бежали в Европу. И поэтому здесь, конечно, это будет один из самых сложных. Вот здесь будет, в Ливии. Притом в нашей прессе часто говорят, вот, Ливия – это только нефть. Нет. Это питьевая вода. Самое главное... Для этого региона питьевая вода. Совершенно верно. Каддафи ведь создал целую сеть так называемого Большого озера. Под Сахарской пустыней, оказывается, есть огромное, как Черное море. По вместимости питьевой воды. Египет очень заинтересован в этом. Поэтому здесь будут эти столкновения. Хафтар, который сегодня Сирт завоевал, то есть он приближается к Триполи. То есть здесь будет столкновение очень сильное. И Россия, ведь он заканчивал Хафтар, который сегодня является одним, он заканчивал Академию Генштаба Российской, Советскую, правда, имени Фрунзе. Это же о чем-то говорит, да? Да, конечно. У него связи есть хорошие. Профессор Балтийской международной академии, Карлес Далкшна сегодня в студии. Привемся буквально пару минут на рекламу, не переключайтесь. В студии вот мы говорим о тех противоречиях, о том кубке проблем, которые образовались на Ближнем Востоке. Но я так понимаю, как-то неценично звучит, что вот это противостояние Ирана и Соединенных Штатов в какой-то степени было выгодно и России, и Китаю. То есть они какие-то выгодополучатели. Или не очень в итоге? Я не думаю, что они являются выгоднополучателями, но цинизм международной ситуации сегодняшней, он присутствует. Со всех сторон, да? Да, со всех сторон. И когда говорят о каких-то ценностях и приверженности ценностям, все-таки о неценности уходят на второй план перед интересами. У каждой из этих стран есть собственный геополитический интерес. И мы живем в геополитическом нестабильном мире, который каждая страна пытается завоевать, из больших стран я имею в виду, завоевать свое место, поставить себя в те рамки, которые выгодны именно ей. И поэтому здесь очень большие противоречия могут быть между всеми глобальными игроками, и в то же самое время это дает и возможности какие-то. Ну, возможности, например, тот же Макрон, он ведь выдвинул идею о том, что нужно с Россией не только дружить, но устанавливать такие связи, которые были бы потом выгодны. Вот Европа от Лиссабона до Владивостока, то есть какое-то геополитическое согласие на европейском континенте. Но его подноготная цель Макрона – не допустить союза Китая и России. И вот это является одним из тех стимулирующих всякие действия, противодействия российскому влиянию под спудной темой и задачей, которая стоит перед западными державами. Если мы говорим не только об этом регионе Ближнего Востока, а перенечемся в сами Соединенные Штаты, мы видим, какую бурную активность вообще развили демократы. Это вообще сценарий импичмента, он вообще реален? Или это такая чистая возня из, так можно сказать, самих демократов перед выборами, а в реальности они не смогут сместить Трампа? Видите, мы здесь все-таки находимся в несколько чисто мыслительном другом измерении. Соединенные Штаты Америки всегда жили в ситуации, когда есть сдержки и противовесы. Конгресс всегда не любил своих президентов. Неважно, кто это был. Неважно, кто. Ни Трамп, ни Кеннеди, ни никого. Ни Буш. Ни Буш. Но в то же самое время сейчас пришел тот момент, когда все-таки начинает Конгресс полностью. Только что ведь он принял решение, Конгресс, об ограничении того права, которое было дано президентом в 1973 году. И с тех пор, потом они были, после этих башен, для Бушу данные права привести, а сейчас Конгресс стремится это ограничить. Но Конгресс сегодня также расколот. И некоторые конгрессмены из демократов и из республиканцев голосуют по-разному. Поэтому идет очень сложная внутриполитическая борьба. Некоторые даже говорят, что именно вот этот кризис, он теперь должен Иран выждать со своим ответом. И представляете, что когда в этом году будут выборы, то перед самими выборами, если будет какое-то напряжение или удар со стороны Ирана, это понизит шансы Трампа. Но это, знаете, это все спекуляции, которые мы часто не очень понимаем, потому что там влияние имеет именно сенатор, сенат и нижняя палата Конгресса. Там идет сложная внутриполитическая борьба между этими двумя группировками. То есть глубинное государство и трамповская администрация. Да. Поэтому вы думаете, что до какого-то импичмента дело не дойдет, да? Я не думаю, что все-таки дойдет до импичмента, хотя не в импичменте будет дело, а дело будет в том, как проголосуют, все-таки голосование пройдет. Вот выиграет ли Трамп или все-таки он уйдет в результате голосования. По-моему, все-таки карта отдана на голосование, для решения американского народа, а не какие-то юридические нюансы, которые сегодня очень сильно, конечно, дискутируются во всем пространстве. Что касается еще Трампа, мы можем, конечно, кто-то там посмеиваться над его всякими твиттерами, особенно по ночам, но тем не менее экономика Соединенных Штатов на подъеме, и это может сыграть свою роль во время выборов президента. Вы знаете, трудно сказать. Есть различные направления вот этого анализа. Эти направления, они различаются. То есть мы живем, ведь в мире, мы уже говорили, этих предпочтений. Мы, к сожалению, о Соединенных Штатах Америки, несмотря на огромную информационную глобальность этой страны, все-таки достаточно и мало знаем. Конечно, в каждом штате своя ситуация и так далее. Для них, например, Калифорния – это центр мира. И никакие там ни Россия, ни Китай не существует. Они зациклены на собственной, именно внутренней жизни. Там был какой-то опрос, где только 30% сказали, что они вообще хотя бы представляют, где Иран находится. Да, совершенно верно. Я думаю, это не преувеличение. Нет, это ни в коей мере не преувеличение. Потому что американцы, они не окружающий мир, они воспринимают только через личное пространство. И это личное пространство, оно и является тем же стимулом, чтобы Америку не трогали. Потому что личное пространство я всегда оберегаю при помощи револьвера. Кольт – это мое право заканчивать… Мой дом и не смей переступать по рук. Да, совершенно верно. И мои какие-то замечания окончаются на кончике вашего носа. То есть я всегда сам по себе, но я и другого должен не трогать. Таким образом и меня не должны трогать. И поэтому этот патриотизм, который существует все-таки в Америке, он в значительной степени индивидуализирован. И это является сильной стороной… Ну, это просто надо понимать. Да, совершенно верно. Они заботятся именно и политика Соединенных Штатов Америки, и военная, и во Второй мировой войне. Это защита собственного населения, сбережение солдата. То есть победа не в том, что погибло очень много, а победа в том, что я сберег своих солдат. Это и было сильной стороной Соединенных Штатов Америки всегда. Но это тоже очень спорный, но он существует… Вот такова реальность, надо понимать менталитет американца. А что касается отношения к Трампу, понимаете, идет цивилизационное, внутреннее. У меня вдруг позвонила бывшая студентка из Соединенных Штатов Америки и спросила, как я могу получить обратно свое местожительство, хочу вернуться в Латвию. Да ладно. Да. И она объяснила почему. Она говорит, изменилась структура и ситуация в том, что касается вот именно этих неолиберальных взглядов на взаимоотношения полов. Я, говорит, со своим сыном не могу гулять в парке. Всюду целующиеся мужчины. И для Трампа, который, в общем-то, маскулин, он является как бы представителем вот этого направления. То есть идет разлад между неолиберальным таким абсолютно… Да, и традиционным есть. И традиционной Америкой. И поэтому здесь очень трудно раскол все-таки. И несмотря ни на что, 50 на 50. Такой духовный даже раскол в какой-то степени, да? Это не только духовный. Я думаю, это мировоззренческий. Это внутренний раскол всей культурной того настроя, которое было старая. Ну, условно говоря, старая Америка. Она превратилась в другую, превращается. Притом, давайте тоже не обратим внимания на то, что белое население, хотя это российски звучит, но я все-таки употребляю. То белая Америка все-таки сокращается чисто демографически. А это влияет на мировоззриспаноязычная Америка растет достаточно быстро. Это влияет на принятие различных законов, внутреннего бюджета. То есть, это, условно говоря, не только афроамериканцы, но и мексиканцы, если так можно сказать. Абсолютно, да. То есть, это латинизация, да? Поэтому это Трамп. Трамп там и пытается строить различные заграждения, стены и так далее. Если мы перенесемся все-таки в Европу, мы наблюдали, наверное, я думаю, вы со мной согласились, мы наблюдали, по крайней мере, в лице прошлой Еврокомиссии довольно, скажем так, слабую вообще внешнюю политику. Фактически, Европейский Союз не был вовлечен в разрешение ни одного конфликта. Ну, может быть, что-то на Украине были какие-то робкие попытки. Ну, только что Макрон, Меркель что-то пытались с этими минскими соглашениями. Как вы думаете, сейчас что-то может измениться? Пришел новый Европарламент, новая Еврокомиссия? На мой взгляд, ничего не изменится. Понимаете, я понимаю, что я сейчас... Меня будут очень сильно бить и критиковать, но я все-таки скажу. Понимаете, демократия по своей сути, она не создает выдающихся личностей. Демократия всегда усредненная. Компромисс, компромисс. Компромисс, и при том через долгие договоренности нужно разговаривать, а это долгий процесс. Поэтому наша ментальность, она говорит, давайте вот хозяина нам надо, чтобы он был, сразу решил. Авторитарный, да. Авторитарный. И наше вот это авторитарное мышление, оно все-таки как бы, мы так скептически относимся. Но Европа все-таки сильна именно тем, что там и существует очень долгий процесс, но он приводит к тому, что не нарушаются мои права. Как раз вот эта сдержка и противовес, они должны существовать. Что касается влияния Германии и Франции, то, конечно, многие считают, что мы живем в период, когда Европейский Союз распадается. Я тоже, наблюдая, думаю, что мы слишком рано говорим, что он, некоторые наши политологи говорят, что уже распадается Европейский Союз. Я так не считаю, но трещины пошли. Пошли, да. Вот именно, знаете, как на льду или на стекле трещины. Чего стоит один уход в Великобритании, да. И не только Великобритания, и самое внутреннее, по-моему, вот это разделение уже центрально. Все-таки Европейский Союз – это союз Франции и Германии. И сегодня эти страны, в общем-то, в своем развитии также достаточно противоречивы. И их союз, он не очень сильный. Он тоже шатается по различным причинам. Из-за того, что Макрон, несмотря на его слабость экономическую и все прочее, он все-таки пытается доминировать чисто риторически, на мой взгляд. В то же самое время уходящая Меркель, госпожа Меркель, влиятельнейший политик, который завтра, по-моему, будет встречаться с президентом России, она все-таки уходит, как бы там ни было, но она уходит с политической арены не в силу своего потери, своего влияния, а в силу чисто таких возрастных, по-моему, и других позиций. Поэтому здесь с Европейским Союзом, я думаю, нас ожидает очень долгая дискуссия о судьбе самой идеи Европейского Союза. И о том, что не раскалывается ли Европейский Союз именно на зональные какие-то, то есть Восточная, Польша, Балтийские страны, скажем, вот эти страны, которые раньше входили в блок советского влияния, и западную часть, притом Южная и Северная часть, то есть в Европе пойдет, на мой взгляд, именно философская дискуссия о будущем Европы, о культурном будущем, культурном восприятии самой европейской идеи как таковой. Может быть, такой последний вопрос, опять-таки, связанный с нашим континентом, очень важным. Можно ли ожидать в этом году, ну, какого-то потепления, если я так можно сказать, в взаимоотношениях, не знаю, России и Европы, России, ну, условно говоря, Запада и России, можно ли ожидать? Мы понимаем, что санкции продлили и одна сторона, и вторая, вряд ли в этом году их отменят, но на ваш взгляд, есть какие-то вот признаки потепления? Вы знаете, я не думаю, что идет речь о потеплении, речь идет об изменении подходов к российскому направлению вообще. Я уже говорил, что Макрон это обозначил, но есть несколько таких, как говорится, более мелких событий, но они показательны. Ну, вся вот эта эпопея с Кайл Лайт, да? Да. С эстонским президентом. Ее поездка в Москву, да. Совершенно верно. Это не только то, что мы говорили, вот она там не слушается, пошла там напротив. Нет. Это все-таки показатель, что это был вброс какой-то, как будет реагировать население, политический клан. Зондирование такое. Зондирование. Я думаю, что все-таки это зондирование происходит, проходит. И оно даст свой выход в зависимости от того, насколько стабильно будет сама Европа. Если завтра Европа начнет раскалываться, то я считаю, что союз Германии и России вот в этом аспекте будет укрепляться. И здесь не только Франция будет пытаться действовать, но думаю, что в основном все-таки с Германией будет. Мы находимся всегда, как бы, балтийские страны с различными, между этими двумя огромными жерновами. И наша позиция, к сожалению, не очень, ну, как говорится, комфортна. Может быть, такая последняя даже ремарка. Я помню, что когда вот все эти события случились в Крыму и потом были вот попытки этих минских соглашений, вы еще тогда сказали, если мне память не изменяет, вы сказали, очень хорошо, что там нормандская четверка, это все хорошо, но без участия Соединенных Штатов особого прогресса там не будет. Вот, по-моему, если я не ошибаюсь, вы так сказали. Вот на 2020 год, по-моему, ничего с тех пор не изменилось. Кажется, вы были правы в вашем прогнозе. Ну, я не думаю, что, может быть, я там прав или не прав, но думаю, что все-таки, знаете, на мой взгляд, рано или поздно мы придем к тому, что Украина будет финландизирована. То есть, не Украина, не будет выгодно допустить ее, чтобы она ушла в НАТО. То есть, и Россия этого не допустит, и конфликта Америка не допустит такого, чтобы Россия, скажем, была очень агрессивна в случае, если Украина уходит. То есть, это не... То есть, попытка Украине придать какой-то нейтральный статус, да? Ну, не нейтральный. Она будет экономически связана, она политически, она будет оставаться в зоне, скажем, влияния Запада. И нужно будет найти вот этот баланс, который рано или поздно, к сожалению, несмотря на некоторые крики о том, что мы там Украина и будет только в Европе, и она будет... Они сами придут к этому заключению. Но меня поражает то, что Россия все-таки действует столь жестоко в отношении Украины. Я не думаю, что это решение с Кримом и с Донецком, что это очень на дальнюю перспективу выгодно России. Я думаю, что все-таки это напоминает тот спор, который когда-то говорил Пушкин клеветникам России. И вот этот спор между родными, это все-таки плохой спор. И он создает именно такую аналогию с Польшей. Поэтому не думаю, что политика России в отношении Украины заслуживает, ну, такого одобрения. Все-таки это, наверное, неправильно. Хотя это субъективное, опять, только мое мнение. Может быть, такой последний вопрос или последняя ремарка. Все-таки вы историк по первому образованию. Вот эта вот полемика, которая развернулась, может быть, неожиданно под занавес прошлого года. Помните, с Польшей, да, казалось бы, уже столько с конца 80-х. Вот все уже было понятно. Там пакт Молота-Риббентропа, секретные протоколы, оценка разных сторон. Казалось бы, вроде бы, вот эта полемика, она потеряла свою актуальность. Все по полочкам развожили, если так можно сказать. Пускай историк и занимается. Вот эта вот попытка опять вернуть это вот, не знаю, в актуальную политику. Это просто у президента России как бы так эмоционально, случайно возникло на фоне вот этого заявления Европарламента? Или за этим есть какая-то далеко идущая стратегия? Трудно сказать на намерениях и оценку давать выступлению Путина, да? Но думаю, что здесь есть один нюанс. Он слишком эмоционально это высказался. И вот эта эмоциональность, она дала возможность сразу же моментально воспринять это как какую-то угрозу или какую-то дальнюю цель. Попытку пересмотреть, да. Попытку пересмотреть, да. Но, вы знаете, я всегда на этот вопрос отвечаю и своим студентам и говорю следующее. Послушайте, документы опубликованы. Тот же секретный протокол, он опубликован. Теперь его выставила и российская сторона, помните, там. Да, да, да. Он видим. Просто прочтите его. Сами сделайте выводы. Ничего там. Как только я начну комментировать, у нас будет у каждого собственный взгляд. Ну, просто прочтите и сами подумайте, как это было. Каким образом это... Я прочитал впервые этот протокол давно в Москве. Еще в советское время. Да, конечно. И есть такая книга, она издана, знаете, достаточно рано, в 1956 году. Автор ее, западно-германский историк Фабри. Он... Книга называется «Стальный-Хитлер-Пакт». Еще тогда. Да. И я прочитал этот текст, и потом его стали как-то, знаете, превращать в какой-то политический инструмент. Сегодняшняя политика опрокинутая в прошлое. Сегодняшние политические цели – это и есть историческая политика. То есть, это исторический факт используется как политическое оружие сегодня. Для всех стран Европы это, к сожалению, является очень... Историческая память – это больной, очень сильный инструмент. У каждого из нас... Я не хочу здесь вдаваться в этот анализ этого, поэтому я думаю, что здесь нужно очень и очень сенситивно относиться к этим вопросам. У каждого из нас есть... Семейная память, да. Да, и семейная, и национальная, и историческая память, которую официоз. У каждого государства есть своя историческая доктрина. Она должна совпадать или не совпадать с собственным мнением. Поэтому читайте. Анализируйте. Сами. Вот к этому мы, наверное, и в завершении передачи призовем наших «Ходиасов». Слушайте, Калис, дал, что у нас был в студии, и большое спасибо. Продолжение следует...